Сегодня ситуация интересно развивается у нас по расхождению. Справа у нас идет паром. Скорость у него 15 узлов. Принимаю капитана в вахту. У нас с ним спор возник. Было расхождение где-то 4,5 кабельтовых 5. Он говорит, типа, держи так. Я говорю, ну, я буду изменять курс, потому что не очень безопасное расстояние. Бонусом он будет проходить примерно 4,5 кабельтовых. Недостаточно. На что он тут по-норвежски начал возмущаться. Я ему все равно на своем настоял. Он сказал, если надо, сбавляй скорость. Я ему говорю, зачем сбавлять скорость, если мы можем изменить курс. По правилам ФСС мы заранее изменяем курс. Это намного проще. Даже в книжке написано. Если водное пространство позволяет, только изменение курса достаточно для чистого расхождения с другим судом. Как-то так звучит. И когда люди, блядь, под 65 лет начинают тебя учить расходиться, когда постоянно в трумошене он расходится. Еще вот эти моменты объясняют. Я говорю, капитан, иди спать. Ой, спать. Иди, ешь. Можешь не волноваться, я разойдусь с одним пароходом. В общем, изменил я курс. Заранее уже на 5 градусов подвернул. Сразу же встало. 6,5 кабельтовых. Теперь более чем достаточно для расхождения. Ну, может кто-то скажет, что расстояние и 4 кабельтовых нормально. Но когда одно дело, ты расходишься бортами, а другое дело, когда у тебя полностью проходит паром пассажирский. Вот сейчас я вам покажу и докажу, что это не так уж и далеко. Тут как раз сейчас будет на горизонте. Уже его видно. Сейчас поближе подойдет, покажу. И меня вот эти люди на мостике в должности капитана, подобные личности, очень сильно, конечно, напрягают. Начинают учить. Когда мы ситуацию решали намного сложнее. Но они как будто бы об этом не знают и не понимают. Не хочу ничего плохого говорить. Просто человек всю жизнь отработал на сапплайере. Нефтяные вышки снабжал. Но потом он залез сюда и на пенсии стал работать на этом судне. И знает очень много. Скорость надо понижать, когда это крайне необходимо. И в любом случае, если ты будешь понижать скорость, то тебе надо и будет изменять курс. Не бывает такого, чтобы тупо там скоростью в экстренном случае. В любом случае, ты будешь маневрировать еще дополнительно. В редких случаях, когда только скорость достаточно изменить. Тем более в море и в открытом. В реке, да, там может быть ситуация такая, что только скорости достаточно. Потому что там ограничено в маневрах. Сбавился. Ход по-хорошему. И уступил дорогу. Ну вот мы видим, да, в true motion, как у нас он идет. Пересекает. 6,5 кабель так ровно. И почему ситуация может быть опасной, я вам скажу. Бывало у меня на моей практике, когда судно пересекало. И у него резко возникала проблема именно с машиной. И он начинал резко сбавляться. То есть вот в этот момент у него возникала проблема. Он начинал звать меня по ВИАЧФ. Вот. И я экстренно начал на него ходить вправо, соответственно. У него скорость очень... И мы сразу же шли на сближение. То есть аварийная ситуация возникает. А когда 4 кабель давых, и возникнет подобная ситуация у него с двигателем. Такое бывает. У меня бывали случаи, когда впереди судно останавливалось. Ты тоже так же звал меня. Сказал, что тоже я смотрю, вообще сближаться уже начинаем быстро. Вот. Хорошо, расстояние там приличное. Держал там 2-3 мили. Вот. А тут... Тут достаточно быстро может все произойти. 4 кабель давых. А если ты еще не услышишь, что он тебя зовет. И как он там может копаться в бумажках. То есть поставил. О, все, расходимся. Заебись. 4 кабель давых. И ушел там печатать. А в итоге получилось, что... Утого проблема. И благополучно съехались. Вот и все. Вот этот момент надо предвидеть. В первую очередь. Почему я ему говорю. Это небезопасно. Расходиться в 4 кабель давых, когда судно пересекает по носу. Тем более перпендикулярно. Для него на пароходе ходить, как это на яхте на своей там, в норвежских фердах плавать. Примерно то же самое отношение здесь. Здесь одна ошибка в вашей жизни. Она может стоить многому. Так что... Не надо слушать всяких глупостей. Даже опытных капитанов. Делайте так, как вы знаете. Так как вас учат правила МВПСС. Ну и, соответственно, полагайтесь на свой опыт. Вот. Сейчас он у нас проходит 6... 6... Больше 6,5 кабель-то. Вот мы видим, да? Он достаточно близко. Вот такое расхождение, ребят. Все. Всем пока. Спокойных вахт. А мы будем выходить потихоньку сейчас на наш курс.